МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главным экономическим событием минувшей недели стал 14-й международный инвестиционный форум Сочи-2015. Он проходил в зимней Олимпийской столице с 1 по 4 октября под девизом «Инвестиции. Путь развития экономики». В этом году форум принял больше 9 тысяч участников, 208 представительств из 40 стран мира. Помимо участия в панельных дискуссиях и круглых столах, гости форума имели возможность ознакомиться с выставочными стендами разных регионов. Общая площадь экспозиции составила около 10 тысяч квадратных метров. В деловой программе главного инвестиционного мероприятия страны приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также делегации из Карачаева-Черкесии во главе с руководителем региона Рашидом Тимрезовым. Во время встречи премьер-министр и глава Карачаева-Черкесии обсудили темпы строительства в республике всесезонного курорта Архыз. Дмитрий Медведев подчеркнул, что контролирует поэтапную реализацию данного проекта. Архыз, вот мы сейчас продемонстрировали Дмитрию Анатольевичу, пригласили Дмитрия Анатольевича, пообещал приехать и увидеть все воочию. Важнейшим событием главного инвестиционного форума страны стало пленарное заседание «Среднесрочные стратегии для России» под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. В условиях давления на российскую экономику с внешней стороны, нестабильности мирового народного хозяйства и низких цен на нефть, Россия, по словам Медведева, переживает не просто кризис, а находится в ситуации возникновения новой реальности. По его словам, на решение этих задач нет десятилетий, как это было раньше. Ситуации внешнего давления, нестабильности мировой экономики, низких цен на нефть. Кризис перестал быть просто обычным кризисом, к которым, в общем, всем так или иначе привыкаем. По сути, на наших глазах возникает новая реальность, о которой много говорят. И я высказался недавно в одной из своих статей. Речь идет о базовых экономических и социальных характеристиках, которые будут определять развитие мирового хозяйства в течение следующих десятилетий. Эти перемены серьезные, сложные, но они нас пугать не должны. В них кроются колоссальные возможности для развития, и мы эти возможности неплохо видим. Сейчас с привлечением экспертного сообщества началась работа над так называемой стратегией 2030, стратегией такого пролонгированного социально-экономического развития России, с тем, чтобы мы этими возможностями могли воспользоваться по максимуму. В мире еще не устоялся новый технологический порядок, не освоены многие рынки, которые только зарождаются. Ну и нам очень важно прямо сейчас включиться в этот процесс. В своем выступлении премьер-министр призвал не просто следовать стратегии выживания, а направить все силы на борьбу с кризисными явлениями и накопившимися структурными проблемами. Россия должна раз и навсегда отказаться от догоняющей модели развития. Недостаточно следовать просто стратегии выживания. В этом случае мы отстанем, и на сей раз безнадежно. Мы понимаем, что эти цели весьма амбициозны. Достичь их непросто, но цели и должны быть амбициозными. Особенно с тем грузом структурных проблем, который у нас складывался десятилетиями. Но, к сожалению, на решение всех этих задач у нас десятилетий нет. Поэтому сегодня вся текущая работа правительства сосредоточена именно на устранении существующих диспропорций в экономике, ну и, конечно, на борьбе с кризисными явлениями. Из-за низких цен на нефть, которые, вероятно, сохранятся на этом уровне достаточно долго, нам нужно как можно быстрее переориентировать экономику сырьевых позиций на другие точки роста. Изменившиеся условия заставляют правительство по-новому смотреть на многие направления работы, а также на инструменты и методы регулирования, которые позволяют нам достичь поставленных целей. Сегодня с этой трибуны я хотел бы остановиться на четырех важных направлениях. Это инвестиционная активность, импортозамещение, качество государственного управления и бюджетная политика. Именно на них мы и должны сконцентрировать наши усилия в первую очередь. Глава правительства призвал ставить на частные капиталы в импортозамещении. Государство же должно снять для них барьеры. Российская Федерация будет терять инвестиции и темпы развития, пока радикально не изменит бизнес-климат. Медведев отметил, что именно бизнес, в том числе малый и средний, является основным генератором новых идей и технологий. Также в рамках инвестиционного форума состоялась встреча вице-премьера России Александра Хлопонина с главами субъектов Северокавказского федерального округа. В ней принял участие и глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Главной темой беседы стали изменения в государственную программу социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. В соответствии с поручением премьер-министра России Дмитрия Медведева, программа будет скорректирована с учетом предложений от регионов округа по поддержке инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Главы субъектов проинформировали вице-премьера о результатах работы специальных групп, которые формируют региональные перечни приоритетных инвестиционных проектов, для реализации которых требуется государственная поддержка. Зампред правительства Александр Хлопонин подчеркнул, что в текущей экономической ситуации, когда изменился сам вектор госпрограммы с социального на инвестиционный, важна адресная работа с инвесторами. Форум на протяжении многих лет является постоянной площадкой для конструктивного диалога между представителями власти и бизнеса разных регионов и стран. Для регионов этот форум возможность обменяться опытом и заговорить о разработке совместных экономических проектов. Еще нет по-настоящему региональной политики со стороны федерального центра, первое. Второе, нет налаженной системы постоянных взаимоотношений совместной работы у регионов между собой. То есть нет совместных экономических проектов, нет совместных культурных проектов, кто кроме отдельных мероприятий. То есть такие мероприятия у нас есть и с Турцией, и с Египтом, и с Ираном, но Чечня, Ингушетия, Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край – это же для нас не Турция, не Египет. Поэтому я думаю, что перспективы нам надо разрабатывать. Во время форума глава Карачаева-Черкесии подписал ряд важных для республики соглашений. Так Рашид Семрезов и руководитель ООО «Мегаполис» Саргиско-Громанян подписали меморандум о строительстве стекольного завода по производству медицинского стекла на территории республики. Сегодня подписывают достаточно важный проект для республики, но он не только для республики важен, но и для страны. Это первый завод по производству медицинского стекла. На территории Ногайского района будет реализован этот проект. На сегодняшний день в Российской Федерации такого завода нет. Проект не дешевый, прямо скажем, но достаточно экономически эффективный. Ну и это еще и в разрезе ложится того, о чем сегодня говорит и президент, и председатель правительства, вопрос импортозамещения. По словам инвестора, место для реализации проекта было выбрано не случайно. Мы представляем завод по производству боро-силикатного стекла на территории Карачаево-Черкесской республики. Актуальность проекта подтверждается тем, что происходит импортозамещение в стране. И данное производство возмещает 90% импорта, который должно поставляться именно здесь, в Российской Федерации. Кроме этого, по нормативам переходят на стеклооборудование класса А, что должно быть тоже обосновано внутренним производством. Карачаево-Черкесская республика находится очень удобно логистически, потому что в радиусе тысячи километров от нее шесть стран, которые могут возможность еще и экспортировать это производство. Мы выбрали площадку, где завод будет стоять прямо на сырьевой базе, что крайне делает его выгодным по сравнению с другими предложениями. При хорошем стене обстоятельств мы в 2016 году в начале его начнем и от 12 до 18 месяцев до полного запуска. В ближайшее время в республике стартуют еще два важных инвестиционных проекта в сфере недропользования. В соответствующие меморандумы о намерениях с инвесторами глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов также подписал в рамках работы Международного экономического форума в Сочи. Также есть проект по строительству завода по производству базальта и также вольфрамовый завод Тибердинского месторождения. Тоже очень достаточно серьезные проекты, но на сегодняшний день уже в принципе по Тибердинскому месторождению дошли до того, что приобретают инвесторы, приобретают уже лицензию у правительства Российской Федерации. Поэтому это все практически такие достаточно серьезные объекты, которые в ближайшее время уже дадим им старт. В интервью каналу Russia Today глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов назвал этот проект важным с точки зрения импортозамещения в сфере недропользования, а также отметил, что инвесторы приходят в те регионы, где для них создают оптимальные условия для развития. Надо больше работать, создавать условия для тех же инвесторов. Мы все прекрасно понимаем, пойдут туда, там, где выгоднее. Есть элементарные правила экономики, но мы, как органы государственной власти, мы всегда говорим, мы ваши помощники, мы становимся рядом с вами и делаем все, чтобы... У нас нет никаких бюрократических проволочек в этом вопросе, что тоже немаловажно, потому что люди, когда смотрят, что пока бумагами позанимаешься, уже люди предоставляют другие условия. Поэтому совместная плотная работа каждый день. Второй инвестиционный проект, реализация которого начнется с 2016 года, предусматривает создание комплекса предприятий по производству базальтового волокна из базальта. Первоначально планируется производить изделия строительной и дорожной отрасли. Власти Крачево-Черкесии окажут поддержку в виде строительства подводящей инфраструктуры к инвестиционной площадке, а также через действующие в республике законы по поддержке приоритетных инвестиционных проектов. Почему мы реализуем это именно в Крачево-Черкесии? Потому что все это есть у нас на нашей республике. Собственно, сам базальт в неограниченных количествах есть у нас в республике. И все другие материалы, которые нам нужны будут в последующем, они также есть у нас в республике. Мы присутствуем сейчас на ряде совещаний по поводу помощи правительства республики, а также Российской Федерации постройки самой инфраструктуры. То есть, если мы строим основную часть, заводы и строение оборудования, линию, то правительство республики, в том числе Российской Федерации, поможет с постройкой инфраструктуры дороги, газовую составляющую, электричество, подводящие к нашим объектам. Собираемся выйти с 2016 года на полную мощность, где-то полтора-три года нам нужно будет, чтобы запустить проект. И, я так думаю, в 2016, максимум в 2019 год мы собираемся уже выходить на ряде производств, таких как утеплитель из базальтового камня, строительные смеси, которые часто нам нужны сейчас производить. Вот они будут первоочередными, и мы собираемся с них начать. И с 2019 года, я думаю, мы уже сможем пойти вперед. И еще одно важное соглашение было подписано во время форума. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов и глава Республики Крым Сергей Аксенов подписали план практических мероприятий по реализации соглашения между Республикой Крым и Карачаевой Черкесской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2015-2018 годы. Стороны поставили подписи под документом, предусматривающим проведение совместных мероприятий в сфере торгово-экономических отношений, в области инвестиционной политики, труда, занятости, сотрудничества в сфере энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, в области здравоохранения, образования, культуры и ряде других. Главы субъектов отметили важность подписанного соглашения и выразили заинтересованность в его практической реализации. Во второй день работы Сочинского инвестиционного форума глава Карачаевой Черкесии принял участие в работе прав комиссии по импортозамещению под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Премьер-министр подчеркнул, что на федеральном и региональном уровне за последний год создано немало механизмов поддержки промышленности. Уже сегодня регионы ими успешно пользуются. По словам главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, эффективным инструментом обеспечения импортозамещения может стать программа развития СКФО в редакции, разрабатываемой сегодня под эгидой Министерства по делам Северного Кавказа и предусматривающая государственную поддержку развития реального сектора экономики. Инвесторы уже заявили ряд интересных проектов для реализации их на территории республики с участием государственной поддержки. Но успешная их реализация зависит в первую очередь от финансового обеспечения и доступности кредитных ресурсов, подчеркнул Рашид Тимрезов. Инвестиции в Кавказ, опыт проектов и возможности для инвесторов. Такова была тема круглого стола, который провел министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов во второй день форума. Как отметил министр, нельзя говорить о том, что Кавказ живет совсем без инвесторов. Однако в последние годы значительная часть вливаний в экономику поступала от государства. При этом поддержка имела по большей части социальный характер. Участники встречи сошлись во мнении, что возможности, которые открыли программы по импортозамещению по ряду направлений, совпадают с тем, что сегодня на Кавказе можно реализовывать благодаря природе, старой и новой инфраструктуре, благодаря мерам государственной поддержки, как федеральным, так и региональным.